Приветствую вас! Вы знаете, вот судя по тому, что вы описываете, ваша жена реализовывает такое, я бы сказал, достаточно серьезное, достаточно такое, может быть, выстраданное, если угодно, решение уйти от вас, потому что, по-видимому, у нее достаточно сильно копилось, неудовлетворенность, неудовольствие вами. И сейчас, по сути, это самое неудовольствие, неудовлетворенность, они дали о себе знать. Не дали о себе знать. Вот так. В виде такого действия, в виде такого поведения. Вот. И это означает, что она не верит вам, не верит в то, что вы можете дать ей, желаемое ею. Чего вы хотите? Другой вопрос. Другой вопрос. Чего вы хотите? Другой вопрос, чтобы она... То есть, если вы хотите, к примеру, ее вернуть, да, если вы хотите ее вернуть, то это одно. Ну, в таком случае вам нужно действительно проводить анализ, ну, провести анализ действительно нужно. И действительно необходимо разобраться в том, почему ваши отношения складываются именно так, а не иначе. То есть, как бы, как вы к этому пришли, к тому, что сейчас имеет место быть. Вот. То есть, это очень важный момент. Это очень важный аспект, если вы хотите разобраться в том, что с вами происходит. Вот. И с вашей женой тоже происходит. То есть, когда, понимаете, вот вы говорите, все попытки наладить отношения приводят к тому, что она говорит у меня новая жизнь. Какие именно попытки вы делаете для того, чтобы наладить отношения? Вы пытаетесь наладить отношения в соответствии с тем, что хочет она или в соответствии с тем, что, к примеру, ну, с тем, что, допустим, нужно вам или как? То есть, как конкретно, что конкретно вы делаете для того, чтобы наладить отношения? Евгений. Так что, я думаю, что вы практически никакой информации не дали нам об этом. Вот. Так что, я думаю, все это нужно исследовать. Как минимум. Да? То есть, пообщаться, чтобы исследовать, посмотреть, поанализировать, увидеть конфликты и уже на этом основании вам можно будет изменить свое поведение. Вот. Возможно, речь идет о том, что, например, у нее исполнение детей. То есть, для женщины может быть такое, что вот, если за 8 лет детей, ну, как бы, не появилось, да, то, ну, может быть, она вам не доверяет. То есть, если у нее нет доверия, то это вот одна из причин, по которым она сейчас уходит. Уходит. Вот. Ну, нельзя исключать и того, что у человека просто чувства прошли. Такое тоже может быть. Тут нужно исследовать, Евгений. Если вы хотите действительно свои отношения сохранить, спасти, то нужно это сделать и посмотреть, что можно сделать. Вот. Пока что, то, что вы описываете, это означает только то, что ваша жена следует решению, которое она приняла. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Женой лучше не спорить, не давить на нее. Наоборот, поддержите ее в ее решении, чтобы она вам не сопротивлялась, чтобы она вам доверилась. Тогда вам будет легче увидеть, что конкретно ее не устраивает. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!